Силу мы обычно представляем себе как влияние одного тела на другое в момент их взаимодействия. Но далеко не всякое влияние имеет отношение к тому, что называют силой в механике. Так пластическую деформацию и нагревание рассматривают в других разделах физики. Нас будет интересовать то действие одного тела на другое, которое приводит к изменению скорости тела. О мере воздействия на тело мы судим по ускорениям, которые тело приобретает. Но важно знать еще, какова масса тела, которая испытывает влияние другого тела. Тонкая резинка сообщает ускорение этому легкому планеру. Чтобы придать примерно то же ускорение более массивному планеру, необходимо и более интенсивное воздействие. Значит, сила — это мера взаимодействия. А величине силы судят по произведению ускорения на массу тела. Тело само по себе не может менять свою скорость. Спортсмен не смог бы совершать этих сложных движений без взаимодействия с землей и спортивным снарядом. Однако нас часто интересует поведение только одного тела. Так, например, скорость и ускорение парашютиста, а не влияние его массы на землю. Только траектория мяча, а не движение спортсменок. Природа сил может быть разнообразной. Это и упругая сила доски, и сила притяжения земли, сопротивление воздуха и воды, архимедово силы выталкивания. Эти силы можно вычислить по своим физическим законам с помощью разных формул. Например, сила упругости пропорциональна деформации. Сила сопротивления воздуха зависит от скорости движения самолета. Сила притяжения электромагнита определяется его конструкцией и электрическими параметрами. Но по каким бы формулам не высчитывалась сила, она равна произведению ускорения на массу тела. Продолжение следует...